Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Социальный объект, которого ждали очень давно, в Тверде завершается строительство детского сада. Последние рабочие штрихи перед сдачей в эксплуатацию застала Фатима Даурова. Новое современное здание детского садика выросло на смену старому, которое, верой и правдой, прослужило ни много ни мало, а целых 81 год. Сейчас на его месте красуется двухэтажное сооружение площадью 1293 квадратных метра, состоящее из трех блоков. Фасад здания утеплен и оформлен декоративной штукатуркой. Двускатная крыша с покрытием из профнастила. Здесь предусмотрены музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для администрации и медработников, спальни, раздевалки и пищеблок. На данный момент все основные работы завершены, осталось только навести косметические штрихи. Продолжается строительство детского сада. На стадии завершения уже завершают дворовую территорию. В кабинетах уже покраска идет, закуп мебели. Мы будем надеяться, что к лету уже будет завершено строительство. В новом здании предусмотрены помещения и для ясельных групп. Внутренняя отделка проработана с учетом требований пожарной безопасности. Применяемые при строительстве отделочные материалы и краски подобраны в соответствии с санитарными нормативами. Установлена сантехника и система вентиляции. В данный момент идут работы по укладке тротуарной плитки во дворе детского сада. Совсем скоро малыши переселятся из временного пристанища, расположенного в одном из зданий пансионата Асгек, в свой новый дом. Ромашка расцветет в одном из самых красивых мест в республике. Фатима Дорова, Александра Коваленко, Расул Берде, Вести Карачаева-Черкесия, Тиберда. В Рео министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Ансар Баташев провел личный прием граждан в регионально-приемной президента России. Мероприятие прошло согласно утвержденному полпредам ВСКФО. Со своими проблемами, касающимися компетенции ОВД, к руководству ведомства обратились три жителя республики. Их обращения внимательно рассмотрены. Ансар Баташев дал необходимые разъяснения непосредственно в ходе общения. Ответственным подразделениям министерства дано указание разобраться в вопросах, направить ответы заявителям. Ход и сроки исполнения поставлены на контроль. Сегодня в Малом зале Дома правительства состоялось награждение педагогов в производственном обучении профессиональных образовательных колледжей, участвовавших в оригинальном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года». Подробности у Альбины Курачиновой-Кенжевой. Конкурс направлен на выявление талантливых педагогических работников, повышение престижа труда преподавателей, а также поощрение достойных мастеров. Конкурс включает три этапа. Отборочный, проходивший в марте, региональный, который завершился в эти дни, и заключительный, состоится уже осенью. Данный конкурс, они имеют цель и повышение вашего профессионального уровня. Победитель, что грезёры будут представлять нашу республику на Всероссийском конкурсе. Я попросил, что пожелал, желаю вам там хорошо выступить. Ну и самое главное, что там оттуда привезти что-то новое, новые идеи, новые инициативы. И здесь выглядеть, чтобы наши, ваши, выпускники, учреждения были на более высоком уровне. Конкурсные мероприятия проходили в два этапа. На первом участники представляли документы, раскрывающие их педагогическую и методическую деятельность за два года. На втором этапе продемонстрировали открытые уроки, мастер-классы и видеопрезентации «Я мастер». В финал вышло 11 участников, 5 мастеров производственного обучения и 6 преподавателей образовательных организаций. Позвольте поздравить вас с таким высоким званием. Узнала, насколько сложно вы шли к данной победе, но тем не менее каждый из вас сегодня здесь присутствующий для нас является победителем. Данный конкурс позволяет еще раз подчеркнуть профессионализм ваш. Вам позволяет как участникам проявить свои способности, таланты, выделить свое конкурентное преимущество на данном конкурсе, но, конечно, поделиться лучшими педагогическими, профессиональными практиками. Всем призерам и участникам вручили грамоты и призы. Ну, а победителю регионального этапа Елене Горяниковой вручили кубок, денежный приз и диплом. Она гордится победой, потому что конкурс имеет престижный статус. У нас проводился мастер-класс по теме шоколадье. Сейчас это считается высокий уровень, то есть выше программного материала. Мы готовили конфеты, трюфель. А с одним способом это сложно. И дети справились. Они показали свой высокий уровень, тем самым помогли мне в достижении моих целей. Сейчас Елене предстоит готовиться к заключительному федеральному этапу конкурса «Мастер года». Именно она и будет представлять республику в финале, который состоится в октябре этого года в Москве. Альбина Курочинова, Кенжио Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 395 человек. Из них 20 047 выздоровели, 122 человека госпитализированы. Но сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь и град. Ветер западный 5-10 метров в секунду. И ночью при грозе порыва до 15-18. Температура ночью 8-13. В горах до плюс 7. Днем 18-23. И в горах местами 12-17. В Черкесске кратковременный дождь, ночью гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 21-23 градусов тепла. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Сегодня Всероссийский день библиотекаря. Из века в век библиотекари занимали и будут занимать важное место в общественной жизни людей. Карчай Абиджиев узнавал, как хранители книг отмечают свой профессиональный праздник. Никуда не годится тот библиотекарь, который не любит читать. Который, читая интересную книгу, не забывает все на свете. 27 мая выбран не случайно. Именно в этот день, в 1795 году, была основана первая имперская публичная библиотека в России. В сентябре Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой отметит вековой юбилей. Имя народного писателя Карачаевой Черкесии учреждение носит с 2000 года. 10 лет библиотекой руководит Салых Абчаев. На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет около полмиллиона экземпляров, газет, журналов, 387 тысяч книг. Все это информационное богатство находится в работе с нашими читателями, рассказывает Салых Юсуфович. В этом году будет отмечать свое столетие, поэтому мы сейчас работаем по встрече этого большого для нас славного юбилея. Она параллельно идет с юбилеем автономии Карачаева Черкесии, поэтому наши многие мероприятия совпадают. Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашен каждый. Родной дом для тех, кто хочет углубить и обогатить свои знания. Всего постоянных абонентов – 10 тысяч человек. Также в стенах библиотеки проходят масштабные мероприятия. У нас есть разработанные мероприятия, мы работаем по плану. В среднем, если сказать, в год Карачаева Черкесская Республиканская Национальная Библиотека проводит более 300 мероприятий. Это получается практически каждый день мы проводим то или иное мероприятие. Презентация книг, различные вечера, чествование лучших людей Карачаева Черкесии. И, естественно, праздник для нас особый. Сегодня работник библиотеки – это исследователь, популяризатор, артист, композитор. Потому что на все эти и другие вопросы надо будет отвечать читателю. Важно, чтобы каждый хранитель книг владел секретами профессии, отмечает Салых Абчаев. Комплексно мы подходим к рассмотрению слова «библиотекарь». Особенно в век электроники сегодня возрастает значение работы библиотекаря. Поэтому мы потихонечку повышаем квалификацию своих работников. Многие обучаются заочно. Эту работу мы и дальше будем продолжать. Салых Абчаев поздравил своих коллег. И все библиотечное сообщество с профессиональным праздником пожелал им неиссякаемой энергии и реализации всех планов. Карча Биджиев, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. В 9-й гимназии черкесскому ученикам рассказали про IT-технологии. Эта область в последнее время развивается очень активно. Поэтому самые перспективные рабочие места и планы на будущее с высшим образованием и карьером связывают именно с информационными технологиями, которые представляют собой конъюнкационные системы, упрощающие поиск, сбор, хранение, обработку и распространение различных сведений, а также создание сайтов и различных приложений. Многие из ребят сегодня уже выбрали для себя профессию, а некоторые заинтересовались информационными технологиями и будут углубленно изучать интересную тему. По данным портала Турстат, курорт Тиберда вошел в топ-10 популярных мест для отдыха летом этого года. Озеро Каракёль – одна из достопримечательностей Тиберды, расположена прямо у федеральной дороги и является излюбленным местом туристов. Озеро овеяно различными легендами. Точная информация об этом природном объекте – результаты исследования Каракёль русским географическим обществом в репортаже Аллы Динаевой. В самом центре Тиберды прямо у дороги находится и восхищает красотой прекрасное озеро Каракёль, любимое многими и покорившее мое сердце. У вас хороший вкус на природные объекты. Это озеро моренного происхождения. Некогда здесь был ледник, в ледниковый период здесь был ледник. И в результате динамических процессов, которые происходили в этом леднике, образовалась морена. Морена находится на западной стороне озера, подпрудная морена. И вот в этой воронке сохранилось озеро, озеро Каракёль. Прекрасное озеро по всему периметру окружено горами, а в его прозрачной воде отражается природная красота Тиберды. Озеро Каракёль – одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево-Черкесии и Тибердинском заповеднике. О нем слагают сказки, рассказывают легенды. Некоторые утверждают, что у него двойное дно. Другие рассказывают, что в глубине озера есть пещера. Согласна, каждая уважающая себя достопримечательность должна иметь вокруг себя много загадок. Но некоторые мифы мы сегодня развеем. Карачаево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга Кочегу исследовали озеро и теперь точно знают и могут рассказать о Каракёле все. Сканировали его эхолотом, промерили глубину. Нигде никаких пещер мы не обнаружили. Не было здесь пещер. Но были обнаружены родники, которые бьют из-под земли. Особенно ближе сюда, где труба, из которой выходит вода, пополняющая озеро. Вот там самое глубокое место, где-то 12-14 метров, не больше. Хотя раньше нам говорили, что здесь 18-19 метров. И эти подводные родники очень холодные и сильно меняют температуру воды в озере. И она не успевает перемешиваться. И вода в Каракёле из-за этого имеет разный температурный режим, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Всегда это тёплое стремится к холодной воде. Холодное вытесняет тёплую наверх. И поэтому вот эта турбулентность воды, она создаёт разные температурные режимы воды. Днём вода в западной части озера может нагреваться до 18-20 градусов. А ночью в восточной части может опускаться до 3-4 градусов. А название «Каракёль» с карачаевского переводится как «чёрное озеро». Воды снежников, которые приносятся с вершины к вершине и микропонижения, вершины к кельбаши. Поэтому она называется «Каракёль», то есть «чёрное озеро». Озеро над Чёрной горой. С одной стороны озеро примыкает к западному склону, покрытому хвойными лесами, которые обогащают воздух, и примыкающее воздушное пространство озера насыщают фитонцидами. Поэтому этот участок оздоровительный. А вот и неожиданный для нас обитатель озера Черепаха. Греясь на солнышке, она накапливала тепло в свой панцирь и позировала в нашей видеокамере. Но когда мы решили подойти ещё ближе, сползла в воду и уплыла в своё подводное царство. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. Детская студия национального танца «Таулу» Карачаевска заняла первое место на международном хореографическом конкурсе «Короли танцпола», который состоялся в Краснодаре. В мероприятии приняли участие несколько десятков коллективов из разных регионов России и других стран. Ансамбль «Таулу» представлял на конкурсе Карачаево-Черкесию. Зажигательные танцы, которые исполнили танцоры ансамбля, не оставили равнодушными никого в зале. Танцевальному коллективу более восьми лет. На счету у ребят уже множество различных побед на конкурсах межрегионального и всероссийского уровня. Руководит студией танца «Таулу» Шамиль Исикоев. Таким был четверг Карачаева-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Несмотря ни на что». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин